Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 октября. Я вот в предыдущем видеоролике говорила, что закончила заготовку, семян в огороде почти убрались. Теперь есть возможность поподробнее порассказывать о сортах, новинках этого года. В предыдущем видеоролике я рассказывала о американском томате Delicious, вокруг которого возникли споры, потому что он нам не знакомый, многие его не знали, даже не слышали, так как и я. Еще больший спор возник вокруг томата Челябинский метеорит. Когда я выпустила видео томат Челябинский метеорит новинка, я сейчас покажу вам, какие споры вокруг него возникли. Тут еще хуже вышло, но не хуже, как еще острее поднялся вопрос. Потому что я не знаю по каким причинам, но разные производители под этим названием выпускают совершенно разные по цвету, по форме томаты. Людей вводят в заблуждение. И один из сортов, один из томатов это сорт Челябинский метеорит, а второй это гибрид Челябинский метеорит. Один красный, а другой оранжевый. И поэтому, конечно, люди немного запутываются, и каждый думает, что он прав. Сейчас мы все это разберем. И для чего я это делаю? Я делаю это для того, чтобы... Вот как... Ну, читают люди комментарии. Одна женщина написала, нет, это у вас не Челябинский метеорит. У меня Челябинский метеорит оранжевый, у вас, значит, это не этот сорт. И люди утверждают это, как сказать, не давая... Ну, короче, как окончательный, как все, единственно верное решение, это мое. Значит, это не Челябинский метеорит. Я сейчас хочу всем объяснить тихо, спокойно, что и это Челябинский метеорит, и это Челябинский метеорит. Так, ну это вот, это я не буду читать. Вот Коровина пишет, что Челябинский метеорит, он без носика. Ну, кстати, у меня томаты, которые я показывала, они тоже без носика, я не знаю, почему она решила, что носиком. Так, вот Татьяна же Коровина пишет, я тоже впервые его выращивала, очень урожайные, вкусовые качества, отличные, ярко-оранжевые, твердые, мясистые, все. Дальше. Елена Анатольевна пишет, у меня плоды были 250-300 грамм, как и в описании, это F1, значит, не сохранили ваши семена эти качества. Пишет ей номер реестра, все. И вот, а Александра пишет, которая, ну я уже по ее комментариям вижу, что она очень хорошо разбирается в томатах, все знает, и она пишет, у вас отмязенный, все правильно, он крупный, цвет другой, а у Ольги от уральского дачника, он красный, мелкий, грамм 100. Елена Рыбкина пишет, это не метеорит, во всяком случае не селекционный. Елена, у меня тоже метеорит, у меня тоже, как сказать, предприятие Уральский дачник действительно выпускает официально в своей фирменной пачке томаты Уральский метеорит, которые не совсем похожи, отличаются от томатов мязиной, но это тоже Уральский метеорит, и я считаю, что если они выпускаются официально, прямо на заводе, там на предприятии, значит, сорт такой есть. И если он не внесен еще, например, в госреестр, это не значит, что его не существует, и что это что-то такое. Я выращиваю томаты, не обязательно, что они внесены в госреестр, главное, чтобы они были такие практичные, урожайные, хорошие, чтобы они удовлетворяли все наши вкусы. И вот опять Елена Рыбкина пишет, настоящий метеорит, он оранжевый и без носика. Галина Шайдурова пишет, а у меня Челябинский метеорит, а графирмой Уральский дачник, он совпадает с Олиным. Вот я о чем и говорю, что есть метеорит такой, а есть метеорит такой. И вот Александра опять пишет, их два, у Ольги Павловны такой же, как уральский дачник, а есть мезинский, он другой. Но пишут, интересно, почему только название одно, мне это тоже всегда интересно. У меня, например, розового гиганта, три разновидности, все под названием розовый гигант, две медвежьих лапы, разные в описании, одинаковое название. И таких двойников очень-очень много. Ну вот пишет Александра, кто их знает, производители этих? Ну действительно, писали бы как-то один метеорит, другой метеоритик. Так, ну с этим все понятно. Мы решили, что их все-таки два, и не нужно говорить, что это не Челябинский метеорит. И, конечно, перед тем, как какой-то другим людям говорить, что это точно не Челябинский метеорит, нужно поинтересоваться. А может быть есть еще один Челябинский метеорит? Мария Игнатенко пишет, Олечка, хотите я вам вышлю гранатовую каплю? Он у меня прям по описанию идеально схож. А Галина Шайдорова пишет, конечно, хочет, может стесняется сказать. Ну то, что я стесняюсь, это точно. Мне, когда мне предлагают, я, конечно, хочу в душе. Ну как человек выращивает щитоматы, не хочет, чтобы вам подарили семена? Ну я, конечно, стесняюсь. И я напишу вам адрес. Если кто-то хочет какой-то интересный сорт, которого у меня нет в каталоге, или который у меня не получился, но у вас есть свои семена точно соответствующие этому сорту, высылайте мне, конечно. Я буду выращивать, буду вам показывать, буду всех знакомить с этим сортом. Хотеть-то я хочу, это да. Так, вот пишет Светлана Геннадьевна, в этом году сажала Челябинский метеорит гибрид. Я тоже, и Ирина Шктрейдер, я тоже высаживала F1, разве это сорт? И вот поэтому я решила снять это видео, что многие люди почему-то думают, что если есть гибрид, то не может быть сорта. Но насколько мы знаем, это очень-очень распространенное явление, что есть под этим названием сорт и под этим же названием гибрид. В этом году в интернете увидела первый раз гибрид очарования, пачку, показали мне. Потому что я всем рассказываю, нахваливаю очарование, что можно собирать семена из года в год. И мне прислала зрительница на одноклассники пачку, она говорит, вот у нас в магазине очарование, но оно F1. И плоды похожи, и цвет похожи, но если F1, значит уже с него, возможно, нельзя будет собирать семена. И вот нас так запутывают производители. Так что тот челябинский метеорит, который у меня, это сорт. Его можно будет собрать потом семена, и можно будет выращивать много-много лет, но он красного цвета, и он мельче, чем у мязиный. От мязиный они оранжевые, от уральского дачника они красные, от мязиный крупнее, от уральского дачника они мельче. Я сейчас, если быстренько найду, я покажу вам фотографии с сайта. Нет. Так, 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 так. Все, придется немножко прерваться. Ну и в самом конце, в подтверждение своих слов, я хочу показать вам именно сорт отдельно продающийся в интернет-магазинах, и именно сорт. Вот видите, и гибрид. Вот видите, написано, там от челябинский метеорит, написано плод округлый, красный, высота 120-150 см, масса 50-70 грамм. Без F1, правда, цена что-то у него вообще дороговатая, 50 рублей пачка, но это именно вот тот сорт, который сейчас у меня выращивался в этом году, который я вам описывала, и который многие сказали, что его нет, что это не он, что это не челябинский метеорит. А теперь челябинский метеорит, смотрим, который F1, про который люди говорят, что он оранжевый, ну тут производитель написан, что сады России, это не от мязи, а именно сады России, ну вот как кто-то говорил, что они у него закупают. Вот он уже написано, что окрас оранжевый, высота 75-100 см, он уже меньше, и там внизу не вошло сюда, вес больше. И не только эти производители делают, вот специально два фото вместе я вам сняла, это все с компьютера, тут немножко, правда, это так размыта фотография, но все равно видно, видно, что вот написано, челябинский метеорит F1, 34 рубля, и челябинский метеорит, который без F1, от производителя русский огород. И на фото видно, что вот это красный, который мой, а это оранжевый, вот который люди как называют, селекционный, но теперь он уже, его сложно назвать селекционным, раз он на заводе изготавливается, сады России, но я не знаю, не буду спорить, не знаю, когда продает фирма такая огромная, это селекционный, или уже не селекционный, но то, что два челябинских метеорита бродят по нашей стране, это точно. И вот доказательство, вот эти две пачки, один челябинский метеорит, еще раз говорю, оранжевый F1, и красный, который сорт. Я выращиваю сорт, потому что именно с этого сорта можно собрать семена, можно протяжении многих лет его выращивать, для меня приемлем только сорт, поэтому про оранжевый, я даже его не рассматриваю, будем выращивать вот такой челябинский метеорит. Есть видео описание сорта, видео я прикреплю. Все, до свидания. Надеюсь, про этот сорт разъяснила, больше не будет комментариев, что это не тот сорт, что он таким не может быть, что он должен быть оранжевым. Как оказалось, что он не должен быть оранжевым. Оказывается, есть и такой, и такой. Зачем это делают? Я не знаю. Наверное, чтобы специально нас запутать, чтобы мы нашли тему для общения, чтобы мы поделились своими впечатлениями, какой сорт лучше, какой есть, какой нет. Чтобы... Чтобы...